доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game и сегодня мы с вами отправимся в обзорную экскурсию по новому проекту но только вот новым он является по дате открытия к великому сожалению не по содержанию а только по дате открытия а дело в том что на данном проекте под этим же названием я уже был четыре года назад в то время 4 года назад я еще не так сильно критиковал нафталиновые сборки да и в общем то обзором тот обзор можно и не называть потому что мы с другом бегали пытались получить удовольствие смотрели какие-то модельки которые нам показывала администрация да и я бы сказал что я и обзора то особо и не делал ну вот прошло четыре года проект опять открывается и что же мы можем видеть а мы можем увидеть все ту же старую тоников скую сборку которую как вам сейчас можете видеть уже в стиме находится 7 лет 7 лет как эта сборка эксплуатируется насилуется разными разработчиками ну и вот еще одна версия данные сборки только вот в такой вот обертки да и оберткой то это не назвать потому что это просто та же самая сборка которую они открывали четыре года назад только поменяли иконки даже внешний проект ничем не отличается с минимальнейшими изменениями а вот про изменения здесь можно поговорить мало того что это старая старая очень старая сборка которая не имела популярности даже и при первом их открытии они ее вывалили еще раз ну и давайте посмотрим что же она из себя представляет и в общем то представляет она из себя вот то что вы сейчас видите а видеть вы можете старую тоников скую сборку расположенную на стандартной карте стандартная карта altis без каких-либо изменений почему я говорю без каких-либо изменений потому что этот стандартный altis можно назвать минус один потому как разработчики данного проекта как не умели пользоваться картой как не умели пользоваться программами по редактированию карты так и и это осталось до сих пор все что вы можете увидеть это навалено сверху карты поэтому и fps на проекте даже в чистом поле когда вы идете составляет вот такое вот значение потому как редактировать карту как не умели так и не умеют до сих пор fps остался на том же уровне на уровне 17 18 года когда еще арма страдала от fps а когда еще не умели разработчики пользоваться террин билдером и другими программами по редактированию карты и по смягчению fps а по смягчению нагрузки на компьютер данный проект открылся в той самой версии вот старая старая версия когда fps в армии составлял вот такое вот значение теперь если вы хотите насладиться fps в 40 30 единиц пожалуйста милости просим заходите пощупайте потрогайте все сами ну а что касается технической части то есть скриптовой базы модинга моделинга тут тоже показать нечего потому что как я и сказал это старая старая нафталиновая тоников ская сборка поэтому изменений здесь никаких нету она перекочевала через года вот в наше время с теми же самыми багами и недостатками которые когда-то имела эта сборка в дальнейшем часть из этих багов была пофикшена но только не в случае этого проекта потому что на данном проекте с этим никто заморачиваться не собирается все что я увидел это урезанный парк потому что еще даже моем четырехлетнем видео когда нам показывали в автомобиле какие они собираются добавить они уже тогда говорили мне что в общем-то ряд из этих автомобилей мы не сможем добавить потому что они имеют недостатки а исправить эти недостатки они не могут поэтому сейчас на данный момент на этом проекте имеется минимальное количество автотранспорта точно также здесь и вся система сбора ресурсов очень очень старые вы можете это заметить старые механики и даже старая система переработки ресурсов когда еще не было кнопки переработать все а я кстати об этом показывал целое видео что человек сделал эту кнопку еще давно давно на старой сборке за 20 минут появилась кнопка переработать все на этом же проекте так как это старинная сборка этой кнопки нету его придется вручную вписывать количество переработанного материала ну это вы сейчас видите точно также все точки добычи минералов и ресурсов расположены все в тех же местах как это было когда-то в самом начале когда эта сборка только-только вышла в свет но несмотря на пролетевшее время как вы видите находятся люди которые считают что можно кого-то удивить и заманить играть старинной древней воняющей нафталином сборкой так что на этом я наверное буду заканчивать свой обзор потому как показать здесь мне абсолютно ничего хотите посмотреть что из себя представляет этот проект просто откройте арму и зайдите в редактор вы не найдете никаких изменений это голая карта голая чуть-чуть нагруженная какой-то архитектурой просаженным fps am кривыми скриптами не поправленными скриптами урезанным автопарком да и очень-очень низким fps а настолько низким на самом деле что я уже даже и не припомню проекта где можно было увидеть 30 40 fps ну в общем то на этом я наверное буду заканчивать кому интересен этот проект пожалуйста заходите играйте если сможете то получите от этого удовольствие у меня же друзья мои на этом все всего вам доброго а и и и и и и